МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Турции выдали ордер на задержание 176 офицеров за связи с Гюленом. Экстремисты из Сирии перебираются в Ливию, Лавров. МИД Греции призвал признать незаконными соглашения Турции и ПНС Ливии. Макеты исторических символов порта Сара были размещены в городских парках. Главное управление государственного водного хозяйства Министерства сельского и лесного хозяйства в Урфе в рамках своих инвестиций продолжает орошать засушливые земли. Завершение проекта наряду с орошаемым земледелием в регионе производительность увеличится, что и обеспечит разнообразие продуктов в регионе. По данным музейного отдела Харберта, при раскопках армянского могильника Норик в Бюракнии были обнаружены кувшины 4500-летней давности. Раскопки в Норике выявили многочисленные находки. Во время предыдущих раскопок на том же месте было обнаружено 3600-летнее, древнее поселение эпохи Иванского армянского царства. Среди многочисленных находок, обнаруженных до сих пор, заслуживает внимание пояса из бронзы той же эпохи. На последнем есть военные сцены. Министерство культуры по делам молодежи и туризма Республики Армения, в партнерстве с неправительственной организацией Trails for Change, занимается разработкой тропы PanArts для экотуризма, а также других пешеходных дорожек, которые включают в улучшение разметки некоторые участки новых пешеходных дорожек. Об этом корреспонденту Арцахпресс сообщил Артак Григоря, начальник управления туризмом и охраной исторической среды Министерства культуры. По его словам, это создает благоприятные условия для тех, кто предпочитает активный туризм и проходит через ряд известных туристических мест Арцаха, живописных мест и деревень. Недавно созданная аллея придаст еще более благоприятные условия для туристов, посещающих Арцах, которые также предпочитают активный туризм. Прокуратура турецкого Измера выдала ордер на задержание 176 офицеров, которых подозревают в связях с организацией оппозиционного исландского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Как передает Армен Пресс, об этом сообщает агентство Анадулу. Среди подозреваемых 108 действующих лейтенантов и старших лейтенантов, а также 6 пилотов-истребителей F-16. Уже задержаны 115 человек. На власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют ФЕТО, террористическая организация Фетхулланхистов, в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе и военных. Экстремисты из Сирии, в том числе и из Идлиба, перебираются в Ливию, чтобы продолжить мутить воду, и там заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Об этом глава российского внешнеполитического веномства сообщил на совместной пресс-конференции по итогам переговоров со своим ланкийским коллегой Динешем Гонадеварденом. По его словам, 90% Сирии контролирует законное правительство. При этом остаются очаги террористической активности, прежде всего это Идлиб, где постепенно экстремисты утрачивают свои позиции. Но, к сожалению, опять же говоря о связи между Сирией и Ливией, они в значительной своей части перебираются в Ливию для того, чтобы продолжить мутить воду и в этой стране, подчеркнув Лавров. Ранее официальный представитель ВС Ливии генерал Ахмед Альмис Мари заявил, что основная часть бойцов так называемого правительства национального согласия ПНС являются наемниками, отправленными турецким лидером Раджепом Таипом Радаганом. Греция выступает за мирное урегулирование в Ливии, а решающим и очень важным считает, помимо установления мира, признание недействительным соглашением между Триполи и Турцией, заявил министр иностранных дел Греции Никас Дендиас. Об этом сообщает греческая газета Экатемерини. Турция должна понимать, что это поведение неэффективно и ведет к изоляции, отметил Дендиас. Для тех, кто еще не видел храм Портасара, макеты Т-образных колонн храма, напоминающие человеческую фигуру, были установлены в городских садах Урфы. Портасар с его историей, выходящей к самым ранним годам человеческой истории, является центром интереса для всех. Исторический собор, который был одним из самых посещаемых мест в 2019 году, также привлечет посетителей в 2020. Над колоннами видны изображения льва, змеи, волчьи, головы, дикие овцы и журавли. Граждане с любопытством смотрят и фотографируют эти макеты. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Зартуон Казбагра Кангамут. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...